Вот сейчас поезд пойдёт, и если вы этого действительно хотите, я попробую вам кое-что объяснить. А поезд уже пошёл. А вы посмотрите в это окно. Обман зрения. Это товарно идёт, но полное впечатление. Совершенно верно, но только это не обман зрения. Мы действительно движемся мимо товарного поезда. Да-да-да, это так же верно, как то, что он движется относительно нас. Ах, вот что такое теория относительности. Нет, это знает любой восьмиклассник. Во всяком случае, должен знать. Всякое равномерное и прямолинейное движение относительно. Так, а не может ли ваш восьмиклассник объяснить нам, что это значит? Может. Вот, посмотрите, мы уже едем. А что изменилось в вагоне? Да вот бы ничего. Конечно. Мы говорим, что поезд поехал только потому, что меняется фон за окном. Мы движемся относительно станции, но и станции точно так же перемещаются относительно нас. Обе системы, как физики говорят, равноправны. Это вы наш вагон назвали системой? Да, вагон, дорогу, платформу. Все что угодно. А он только систему Станиславского знает. Выходит с системой, может быть, любой пешеход? Конечно. А, кстати, с какой скоростью вы ходите? Ну, скажем, 5 километров в час вас устроит. Вполне. А теперь вообразите, что мы едем с вами в прозрачном вагоне. Вы идете по вагону со скоростью 5 километров в час. Скорость поезда 60 километров. С какой скоростью вы приближаетесь к нам? Ну, разумеется, 5 километров. Скорость поезда здесь ни при чем. Верно. Ну, а к людям, которые стоят на платформе? Тоже ясно. 5 плюс скорость поезда 60, 65 километров в час. Точно. Так, значит, относительно нас 5 километров в час. А относительно платформы 65. С какой же скоростью вы двигались на самом деле? Нелепый вопрос. Здесь 5 километров в час, там 65. И то, и другое на самом деле. Отлично. И то, и другое на самом деле. Пожалуйста, запомните эту блестящую формулировку. Она нам еще пригодится. Итак, движение относительно, скорость тоже. Вы согласны? Допустим. И что же, это и есть теория относительности? Нет. Это все еще обычная школьная механика. А теория относительности начинается с удивительной загадки света. Вы помните, какова скорость света? Да. Что-то очень много. 300 тысяч километров в секунду. Чудовищно. Действительно, трудно себя представить. Но еще удивительнее то, что это предельная скорость. Она не бывает ни больше, ни меньше. Вот в чем трагедия. Непонятно. Если лампа приближается ко мне, то к скорости света прибавится скорость лампы, и свет дойдет до меня быстрее. Увы, многочисленные тончайшие опыты показали, что это не так. Скорость света всегда одинакова. И не зависит от того, движется источник света или нет. Если даже вообразить, что наш вагон мчится почти со световой скоростью, то и тогда свет от него побежит не быстрее, чем от неподвижного прожектора на платформе. Значит, один фонарь стоит по платформе, а другой мчится вместе с вагоном. И оба луча пойдут с одинаковой скоростью. Да. И оба придут одновременно. Да. Это действительно странно. Но, знаете, я не вижу в этом особой трагедии. Вот как? Ну что ж. Кстати, а что это значит, одновременно? Одновременно это одновременно. Ну, это значит, в один и тот же миг. Допустим. А что такое в один и тот же миг? Ну, знаете, это уже не серьезно. Нет, серьезно. Вы это сейчас сами увидите. Вообразите, что в нашем вагоне передняя и задняя дверь открываются автоматически по световому сигналу. Свет зажигается точно посередине вагона. Какая дверь откроется раньше? Ну, это ясно. Они откроются одновременно. Почему? Очень просто. Двери одинаково отстоят от источника света. А скорость света, как вы сами сказали, во всех направлениях одинакова. Блестящий. С точки зрения пассажиров этого поезда вы совершенно правы. Ну, а что сказали бы дачники, которые стоят на платформе? А какие умные дачники? Ну, допустим. Умные дачники сказали бы то же самое. Нет. Вот как раз умные дачники сказали бы совсем другое. Скорость света, сказали бы дачники, не зависит от скорости поезда. Значит, и с нашей точки зрения лучи пойдут с одинаковой скоростью к обеим дверям. Но задняя дверь идет навстречу сигналу и откроется раньше, а передняя уходит от света, и поэтому откроется позже. Не уловил еще раз, пожалуйста. Пожалуйста. Скорость света не зависит от скорости поезда, так? Значит, для дачников, как и для нас, оба луча идут с одинаковой скоростью. Но передняя дверь уходит от света, а задняя идет навстречу лучу. Значит, раньше откроется задняя дверь, а потом передняя. Черт-то что. Действительно так. Выходит, события, одновременные для одних людей, могут быть не одновременными для других. Совершенно верно. Вы все поняли. Нет, я ничего не понял. Это бред какой-то. Простите, нет у вас желающих в шашке? В шашке есть. Вот у нас мастер смекалки. Нет, обождите, обождите. Это надо осмыслить. Допустим, свет зажегся здесь, в конце вагона. Для того, чтобы достичь передней стенки, луч должен пройти путь, равный длине вагона. С нашей точки зрения. Да, с точки зрения людей, находящихся внутри вагона. А для начальника станции, скажем, для начальника станции, передняя стенка уходит от света. И чтобы достичь ее, луч должен проделать больший путь. Я верно говорю? Верно. Значит, с нашей точки зрения, свет прошел один путь, а с позиции начальника станции другой. Я ничего не путаю? Нет. Все, что вы говорите, совершенно верно. Но рассуждая таким образом, мы же приходим к полной чепухе. Например? Пожалуйста. Скорость света одинакова? Одинаково. А пути разные? Разные. Ну, а как же можно в одинаковое время и с одинаковой скоростью пройти неодинаковое расстояние? Вот именно. Как? Вот вам и трагедия. У нас есть единственный выход. Признать, что время в поезде и на платформе течет по-разному. То есть вы хотите сказать, что с момента, когда зажегся свет, до того, как открылась передняя дверь вагона, по моим часам прошло одно время, а по часам начальника станции другое? Да, совершенно верно. Но ведь это же абсурд. Этого не может быть. И все-таки мир устроен именно так. В поезде время течет медленнее, чем там снаружи. Хм. Значит, пока я ехал в поезде, мои прекрасные часы системы вымпел. Должны были, по-вашему, отстать? Они отстали. За сутки на миллионную долю секунды. И из-за этого весь разговор... Ну, какая же это разница? Миллионная доля секунды, это же ноль. Вот в том-то и дело. Мы движемся слишком медленно. А чтобы ваши часы заметно отстали, надо мчаться с невероятной скоростью. Близкой к скорости света. А вы знаете, я это, кажется, понял. Конечно. Каждый культурный человек должен это понять. А вы считаете, что до сих пор я был некультурным? Ну, в этой области, извините меня, да. Ну, вот видите, культура тоже понятие относительное. Правильно. Только к теории относительности это уже никакого отношения не имеет. Прошу вас. Спасибо. 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 Стало быть, время относительное. Вот все, что мы можем узнать из этой знаменитой теории. Нет, не все. Начальник станции заметил бы еще одну странную вещь. С нарастанием скорости длина поезда стала бы уменьшаться. То есть как уменьшаться? Вот так. Поезд с его точки зрения стал бы короче. А мы бы тоже это заметили. Нет. Для нас длина поезда осталась бы прежней. Ну, вот опять чертовщинка какая-то. А какой он на самом деле? Вы же сами сказали, что это глупый вопрос. Я сказал, нелепый. Неважно, я не обиделась. Что сейчас на самом деле? Утро или вечер? Вечер. А у кубинцев утро. Ну и что? У нас зима. А в Новой Зеландии нет. От вас, товарищ, находится слева. А от меня справа. С нашей точки зрения длина поезда одна. А с точки зрения стрелочника другая. И все это на самом деле. Да, и все-таки это очень трудно охватить умом. Дедушкам наших прадедушек тоже было ужасно трудно. Они, например, тоже не могли охватить умом, что земля это шар. Ведь с точки зрения северян. В южном полушарии все ходят вот так, лишь ногами. А с точки зрения австралийцев мы ходим вниз головой. Так где же на самом деле верх? Там. Очевидно, в каждой точке пространства есть собственный верх. Верно? Пожалуйста. Ну вот. А в каждой физической системе есть собственные размеры и свое время. А мы не замечаем этого. Потому что движемся медленно. Так? Так. Ну вот, допустим, наш поезд помчался с немыслимой скоростью. Что мы увидим тогда? Ничего особенного. С нашей точки зрения в вагоне бы ничего не изменилось. А что увидят дачники на платформе? Они не успеют ничего разглядеть. Верно. Но давайте представим себе, что у людей, которые проводили нас в это невероятное путешествие, есть фантастический телевизор. Он показывает мир в полном соответствии с формулами Эйнштейна. При скорости поезда в 280 тысяч километров в секунду все, что находится в нем, сократилось бы с точки зрения телезрителей в три раза. А наши часы шли бы в три раза медленнее и в часов. Один день нашей жизни телезрители наблюдали бы целых три дня. Значит, у них прошло бы три дня, а у нас только день. У них три года, а у нас только год. Вы знаете, мне нравится такой поезд. Вы рано радуетесь. Да, нам еще далеко до такой скорости. Это верно, конечно. Но сейчас я имела в виду другое. Дело в том, что вы могли бы и не садиться в этот поезд. С таким же успехом можно было остаться в Москве. Не понимаю. Как же так? Очень просто. В вагоне ваши часы отстали от московских. Верно? Ну вот. А в Москве они точно так же отстанут от наших вагонных часов. И каждый день в вашей городской жизни мы наблюдали бы в поезде в течение целых трех дней. У нас прошло бы три дня, а у вас только день. У нас три года, а у вас только год. У нас тридцать лет, а у вас только десять. И так далее. Вы что-нибудь поняли? Ведь с этой сумасшедшей скоростью мчится поезд, а не Москва. А какая разница? Равномерное прямолинейное движение относительно. Мы удаляемся от Москвы. Но ведь и Москва точно так же удаляется от нас. А законы природы везде одинаковы. Вы не согласны? Я на все согласен. Валяйте. Скоро выяснится, что мы вообще едем в другую сторону. Позвольте. Но как же тогда говорят, что будущий космонавт вернется на Землю молодым, а встречать его будут бородатые внуки? А. Дело в том, что он не будет все время лететь равномерно и прямолинейно. Ему придется набирать и гасить скорость, испытывать ускорение, менять направление полета. А ускорение не относительно, оно абсолютно. Поэтому молодым останется тот, кто его испытает. Ну, в общем, все это красивая теория, не имеющая никакого практического значения. Вы не правы вдвойне. Во-первых, мы должны ясно представлять себе, как устроим мир. А во-вторых, впрочем, вот, посмотрите. О, синхрофазотрон. Это грандиозная вещь. Так вот, эту вещь инженеры рассчитывали и строили по формулам теории относительности. Частицы материи разгоняются здесь почти до скорости света. И все, что вам кажется просто игрой ума, происходит на самом деле. Меняется время и размеры частиц. И масса, о которой я вам не говорила, но которая тоже зависит от скорости. Так почему же вы рассердились, когда я сказал, что все в мире относительно? Да потому что это неверно. Все в мире подчинено абсолютным законам природы. И теория относительности отражает эти законы. Скажите, это случайно не вы? Нет, случайно не я. А можно мне попросить у вас эту страничку? Пожалуйста. Мне только с автографом. Пожалуйста. Чай пить будете? Будем, будем. Вы, кажется, хотели рассказать что-то о теории относительности. Что же это такое? Продолжение следует...